И резко дую. Помогает, кстати, ребят. Главное только губы не обжечь, а паяльник. Ребят, всем привет! Сегодня будет небольшой ремонт планшета, но не буду менять сенсоры. Вы думаете, что кроме сенсоров я ничего не умею менять? Не знаю, посмотрим. В общем, вот дали планшет. Модель Lenovo. В не очень хорошем состоянии. Сейчас вытащу. Вот, в общем, S6000. И у него проблема, он не заряжается. Ждал час и два, и планшет не заработал. Сейчас разберем, посмотрим причину. Надеюсь, она не сложная, так как сложные ремонты я не могу делать еще. У меня нет таких навыков. Ну, а соседи попросили посмотреть. В общем, все равно вместе глянем. Снимаем заднюю крышку. Для этого вот здесь два винтика откручиваем. Не знаю, есть заглушки, нет какие-то. Но мне принесли вот так. Просто они торчат. Ну, а теперь снимаю крышку. Удобнее всего крышку начинать снимать вот с этих мест, где находятся сим-карты и флешки. Не забываем их вытаскивать. Здесь ничего нет. Ну, и смотрим. Так, разъем у нас вот. Сейчас покажу. Ну, короче, он тут вообще оторванный, посмотрите. И болтается, расшатанный. Сюда, наверное, пытались воркнуть два разъема USB вот таких. Так как он весь растянутый. Сейчас будем пробовать снимать материнскую плату и смотреть, что там, как с дорожками. В первую очередь, отключаю аккумулятор. Ну, и начинаю откручивать все видимые болтики-винтики на материнской плате. Вот эту часть я не буду трогать. Здесь шлейф есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разъем остался в корпусе. Он полностью оторвался от платы. Микроскоп я с собой не взял, но вот сфотографировал. И вот видно отлично, что дорожки выдроты. Левые и правые контакты нормальные. И, в общем, вот тут вот есть пятачки на эти выводы. Если что, можно к ним припаяться. На второй правый контакт дорожки никакой нету. По всей видимости, он не был подключен никуда. Только вот есть первый, второй, третий и пятый. Но можно будет кинуть проводки на эти пятачки, и все будет отлично. Ну что, причина ясна. Нужна замена USB-разъема, микро-USB. Вот, сейчас его заказывал на Алиэкспресс, так как данные уже непригодны. У него сломаны вот эти ножки, которые держатся на плате. Сами контакты вроде ничего. Ну а ножки сломаны. Их, видно, выдрали. Итак, ребят, прошло много месяцев ожиданий, и наконец-то разъемы пришли. Ну и, конечно же, это шутка. Пришли за две недельки. Ну вот, заказывал пять штук. Сейчас будем примерять. И посмотрите, как расшатали старые, и как должен выглядеть новый. Говорю, такое ощущение, что туда пытались засунуть два разъема. Ну, в общем, вот. Сейчас буду пробовать менять. На плате я почистил контакты. Они, видите, пустые. Чищу без оловоотсоса и без фена. В общем, нанес туда немножко олова и резко дую. Помогает, кстати, ребят. Главное только губы не обжечь, а паельник. Давайте примерим и посмотрим. Жалко, не взял в этот раз микроскоп. Но, думаю, все подойдет. Все. Все встает идеально, посмотрите. Сейчас прихватываю четыре основных контакта. Ну, а потом уже буду думать что-то с этими маленькими выводами. Прихватил побольше их, надеюсь, теперь их точно не вывод. Так как в прошлый раз вот здесь вот ножка была сломана где-то вот там. Теперь уже если и выдерут, то вместе с платой. Здесь мелкая работа. И вот эти контакты, ребят, припают без камеры. Так как, ну, неудобно. Паять, когда у тебя перед лицом камера нужно голову наклонять. В общем, сейчас покажу, что получилось у меня. Первый раз, когда показывал вам, забыл про контакт ID. Вот он здесь предпоследний. Вот я его вывел. Вывел длинным проводом. И подключается он вот к этому резистору. Это для... как раз вот и нужен этот контакт для зарядки. Сейчас собираю все. Конечно, неаккуратно немножко, но... Собирал из того, что было. У меня тоненьких нет проводов. В общем, использовал вот этот только очищенный. Вот, сейчас собираю, буду проверять. Ну что, все собрал. Сейчас буду показывать вам, что и как. В общем, потребление у нас ноль пока. Вставляю шнур. И смотрите, планшет пытается зарядиться. 0,34, 0,35. Сначала было вообще 0,8. Туда-сюда скачет. Вот, в общем, что-то потребляет. Но он не включается пока. Вообще никаких признаков в жизни не подает. Планшет был очень долгий. Около года, может быть, около полтора. Лежал, разряженный, разрядился. Вот, в общем, сейчас упал до 0,18. И 16, и вот так скачет. Сейчас оставлю его на время. Зарядиться немножко пускай. И тогда будем проверять. Здесь проверил. На выходе с аккумулятора идет 3 вольта всего лишь. Может быть, ему аккумулятор не дает сейчас стартануть. В общем, посмотрим, что будет дальше. Вот, покажу вам сейчас. Планшет потребляет 190 мА. Не знаю, может, здесь такая функция потихонечку восстанавливать. Аккумулятор есть. В общем, потихонечку он прибавляет вольты. И посмотрите, напряжение потихоньку растет. В тысячный. Потихонечку, потихонечку восстанавливается аккумулятор. Оставляю его сейчас, ну, я не знаю, насколько, на час, на два. Потом посмотрю еще раз. По техническим причинам съемки пришлось перенести домой. Там отключили свет. Ну, а так все, планшет работает. Зарядился. От блока питания почему-то он у меня не заряжался. Я думал сначала, что неправильный контакт, если что, соединил. Уже взял все домой. Паяльник, все. А оказалось, что это что-то с зарядкой. В общем, дома все отлично. Потребление в среднем 1 А. Максимально было 1,2. Вот. Ну, сейчас он заряжен, но все равно потребляет 1,1 и 10. В среднем. Все. Все отлично работает. Самое главное, если будете делать такой же ремонт, то не забываем про контакт ID. По-моему, ID он называется. Это предпоследний, если смотреть слева на право. Его нужно подключать, вот как я показывал, белый проводок к резистору. Связь с компьютером тоже работает. Вот, сейчас покажу. Все. Тут же находит. Навигация тоже работает. Есть чужие фотографии, но мы их смотреть не будем. Ну что, ребят, на этом я заканчиваю. Был такой легкий-нелегкий ремонт. Восстановил дорожки. Правда, извиняюсь за качество восстановления. Конечно, смотрел на видео, делать намного аккуратней. Но у меня нет таких условий. У меня нет тоненьких проводов с волосинку. Вот из чего было, то и восстановил. Но работает. И теперь заряжается. Компьютер находит. Все отлично. Если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки. И подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видосики. Также не забываем про группу ВКонтакте. Сейчас там очень много видео всяких. Как выкладывают люди. Если вы снимаете свои видосики. Какие-нибудь про самоделки, распаковки обязательно тоже выкладывайте. Будем рады и вам. Ну все, на этом прощаюсь с вами. Не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok